На улице Сигецкой официально заявлены две торговые точки. Угол улицы Армейской и проспекта Гагарина. А вот на Лунном переулке официально торговли нет, а фактически есть. За 200 гривен можно купить большую, пушистую новогоднюю красавицу. Ту, что поменьше, отдадут за 100. Продавцы, не стесняясь, предлагают свой товар. Правда, о наличии разрешающих документов говорят весьма уклончиво. Засомневавшись в легитимности продажи елок в Лунном переулке, наша съемочная группа пригласила милицию проверить все необходимые документы. Что касательно чипиков, вы по ним отчитываетесь, вы по ним, когда получали, вы сразу, допустим, все налоги, все оплатили. Либо же вы по этим чипикам, вы сразу все, сразу все. Да, мы на месте там вовсе. Документы на первый взгляд в порядке. Есть договор купли-продажи, разрешение на место торговли. Тогда почему все-таки этого адреса нет в списке горсовета? В общем, ситуация, не верь глазам своим. Если вам надо это проверить, нам очень приятно. Очень приятно потому, что как положено мы работаем. Не то, что кто-то, без документов, без никакой налоги, без никакой... У продавцов даже есть чипы. Правда, выдают они их только по настойчивому требованию. В случае, если б их и необходимых бумаг не было, на продавцов новогодним счастьем были бы составлены административные протоколы. Вызовы по незаконной торговле участились, так сказать, по продажам елки, сосен и т.д. и т.п. В основном, кто делает сообщения? Делают сообщения либо же жители, либо же конкуренты. Кстати, сегодня администрация Приморского района совершила очередной рейд по елочным базарчикам. Результаты его пока неизвестны. Но опыт подсказывает, что на большой дороге торгуют в основном с разрешениями. А вот елочки, продающиеся во дворах и закоулках, еще неизвестно где и кем срублены. Ксения Ноздрова, Александр Шлятиков, Новая Одесса.